ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Мне и моей семье обещал посадить или уничтожить. Да, я в связи с этим попал в больницу, со мной случился приступ, я попал в реанимацию. Ну, конечно, они добились определенного своего, подорвали мое здоровье. По рекомендации врача газету не могу выпускать, бороться так не могу, сил не хватает. Я думаю, что повлияли на меня, конечно, сильно. Надо восстанавливать просто свои силы для этого время. А как время, если три уголовных дела и три суда? Я ждал ареста, но я вовремя обратился в правоохранительный орган, президенту, на сайт президента, и пошли проверки. Я думаю, что люди испугались. Они хотели сделать, конечно, какое-то свое черное дело по отношению ко мне. У нас есть дом детского творчества, Виктория. У них в собственности двухэтажное помещение. В 1952 году постройки строили немцы, метровые стены, представляете, внизу бомбоубежище. И вот этот дом там занимается полторы тысячи детей, 52 кружка. И вот этот творческий дом закрывают, потому что там собрались строить элитное жилье, Химкинское, СМУ, Моис. А детей куда? Стадион арены Химки есть, давайте туда, под трибуны стадиона. Как же, кружки такие, знаете, там, макраме, вышивка, чтение, фольклор. Вы знаете, как у нас происходит футбол, как у нас там ведут себя болельщики, нецензурные. Детишки маленькие, от четырех лет, будут туда ходить, кругом кордоны милицейские стоят. Как можно это допустить? Половина детей пошли на улицу. Еще у нас есть общежитие завода «Энергомыш». Оно передалось в город. Жильцы, они должны их прописать. Заключить с ними договор социального найма. Но решили всех выгнать, 700 человек. Вот они ко мне обратились с просьбой помочь им. Или они пойдут на улицу, перекроют Ленинградское шоссе, говорят, нам ничего не остается, мы здесь живем больше 20 лет. Куда нам идти? И распоряжение главы всех на улицу. Ну, вмешался здесь премьер-министр Путин, он приезжал на завод «Энергомыш». Пока приостановили их выселение, но они все равно под вопросом. Хотят их изгнать и заселить гастарбайтерами, которые сейчас в Химках живут по подвалам. И готовят там, и у них там и женщины, и дети могут появиться. Это очень опасно для жильцов девятиэтажных, семнадцатиэтажных. Проживают в подвалах. На самом деле, какая-то картина даже не апокалипсиса, но десять ранений у одного журналиста. Миша Бекетов, такое ударение мой гость Белоусова делает, на самом деле он Бекетов, так он сам себя называл. Он в коме уже полтора года, и нет вообще никаких шансов, что он вернется в жизнь. И ведь сначала убили у него собаку, у Миши, такая черная метка в Химках. Уголовные дела у Белоусова, он рекордсмен по количеству уголовных дел. Все это на глазах. Ну я ровно так же не могу этого понять. Кто понять? Это невозможно прокомментировать. И губернатор молчит. Никакого заявления, объяснения. Ни главы района, ни губернатора, и даже Палпреда. Или мы где-то, Леонид Иванович, серьезно, мы как-то, мы все пропустили момент, когда... Помните Жириновский журналистку на глазах у всех под камерой засовывал в машину? Да, было так. Стараться с ней было. Да, Рустам? Ну, если говорить о Жириновском, то это реально опасно. Он избивал журналистов и заталкивал девушку-журналистку в свой автомобиль, неизвестно куда, увезя ее просто грубо. Он избивал депутатов, если заглядывать в прошлое. Он ведь во время предвыборной кампании, прямо в телестудии, канала, в котором я когда-то работал, устроил драку и избивал такого же, как он, кандидата в депутаты. И вот тогда разрешили Жириновскому, никто его не наказал. Не, но все-таки это был скандал, это комментировали, это... Ничем не закончился, можно, значит, я об этом. Ну, так здесь даже скандала нет. Там Жириновскому указали его коллеги на недостойное поведение и так далее. Ну, хотя бы какая-то реакция была. В какой-то момент меня не оставляет это ощущение, мы вот не ударили по рукам. Мы все, мы не объединились, мы журналисты. Мы в те же Химки не приехали, мы митинг даже не провели в Химках. Вот наше сообщество, ну, наверное, общество устало уже просто, живет само в себе. Лёнь, убивают, убивают, не стесняясь, один за одним главных редакторов, троих уже нет. Я знаю. К сожалению, знают эту историю. Все все знают. Я даже запросы по этому поводу не один отправил уже. Запросы депутатские, покушение одно за другим. Все оппозиционные журналисты, все в одном городе, не случайно. Просто охота на журналистов. Кто охотится, мы предполагаем, чиновники городские, потому что, собственно, на них все время писали. И Бекетов и его коллеги. А вот это и есть самая настоящая коррупция, которая убивает, которая калечит. Коррупционеры идут по такому принципу. Нет человека, нет проблемы. Поэтому борьба с коррупцией сопряжена с чрезвычайным, но даже с смертельным риском. Потому что коррупция, я говорю, совершенно очевидна. Там коммерческие, глубинные, шкурные интересы. Ты и настаиваешь на слове варьё? Настаиваю на слове варьё. Вы знаете, все легко считается. 2900 квартир, которые ушли не очередникам. Да, то, о чем белоусов. Мерко умножается на ту сумму, которую называли. Белоусов, да? Да, где-то на 100 тысяч долларов на каждой квартире зарабатывали. 100 тысяч долларов на каждой квартире? На 2900. А их вон сколько? То есть это сотни миллионов, это миллиарды долларов в одних химках. Он же точно привёл цифры. 150 тысяч минусуем 60 тысяч, которые люди платили по так называемой себестоимости. Значит, 90 тысяч и есть вот эта чудесная разница на одной квартире. А всего их 2900. Вот и вся экономика, да? Если варьё, если все всё знают. Спецслужбы, твои коллеги в прошлом, не могут не видеть действительно борьбу за лакомые, как ты говоришь, кусочки. Не могут не видеть. Я думаю, что на оперативном уровне известные заказчики и исполнители. Другое дело, что если доказательство тому, это другой вопрос. Это вопрос к следствию, к профессионализму. Но главе района никто же вопросов никаких не задаёт. Имена заказчиков пока не установлены. Такие, похоже, никогда не установлены. За этим могут стоять различные кланы чиновников. А понаблюдать, а оперативная работа. Обязаны. Обязаны проводить эту работу. Я, может быть, не прав, поправь меня. Но если бы губернатор Московской области, Борис Громов, человек, который видел смерть в лицо не один раз своими глазами, позвонил бы господину Стрельченко после очередного покушения и сказал, береги журналистов, пожалуйста, Финка. Мне почему-то кажется, что работать ребятам было бы легче в этом отдельно взятом городе. Не так, как сейчас. Вы знаете, я сомневаюсь в этом. Когда речь идёт о таких порядках цифр, люди, которые рулят такими потоками, они считают, что всё им можно. Это их надел, не знаю, по воле сверху, по воле Божией. То есть они живут в космосе. Они уверены, что за такие деньги ни прокуратура, ни журналисты, ни депутаты, никто им не помеха. Они очень точно знают принцип, который сформулировал Борис Абрамович в 90-е годы. Всё имеет свою цену. И если мы не можем с кем-то договориться, говорил Борис Абрамович, значит, просто цена была высокая. Больше ничего. Алёш, если Путин приезжает на завод и спасает людей, их не выселяют? Ну, это удивительная ситуация, когда премьер вынужден заниматься проблемами завода, к тому же имеющего акционеров. То есть он в частных руках? Это всё показывает, что иная сила не может как-то повлиять на местные власти. Сегодня вот именно повлиять на местные власти. Сегодня на вопрос, боитесь ли вы за свою жизнь, журналисты, мой гость в частности, он, кстати, был одним из создателей местного отделения «Единой России». Он отвечает. Да, да, я боюсь, потому что вижу, что они не могут ничего сделать с помощью правоохранительных и спецслужб, которые работают против меня. Какие могут быть? Спецслужбы работают, ну вот, например, ФСБ, который в Хинках возглавляет Донсков, инициировал уголовные дела по мошенничеству. Ну, не так много сил, восстановлюсь. Ну, не знаю, как получится с этими уголовными делами. Я знаю, что эти уголовные дела проплачены. Даже когда я искал адвокатов, они говорят, у вас в Хинках, ну, вообще беспредел. Мы боимся, адвокаты боятся. Но нашел я некоторых адвокатов, которые действительно пошли и бесплатно помогают мне практически за минимальную сумму. Помогают мне в этом. У него есть основания бояться, потому что перед ним сила. То есть система его не защитит, правоохранительная. Если все у нас основывается на, в принципе, все имеет свою цену, то перед ценой в сотни миллионов долларов, перед возможностями власти в этом районе, он ничего не может сделать. Ну, это самые страшные чиновники районные. Это то, что, как говорится, люди на земле работают. Не мы, которые зачастую пишем довольно абстрактные вещи про какую-то проблему в целом. А когда речь касается конкретно какого-нибудь Хинкенского леса, то здесь уже затрагиваются конкретные интересы конкретных людей. Я вам могу сослаться на свой пример. Вот уже скоро два года меня допрашивают в Следственном комитете МВД по поводу такого старого дела, когда мы опубликовали непроверенную информацию по делу Кузнецова, когда была разворована вся Московская область. Первый вице-губернатор, бывший, сбежавший в Соединенные Штаты, как считают сегодня следователи, не менее 2 миллиарда долларов. В момент истинно много об этом рассказывал. Мы тоже упомянули это имя, упомянули еще имя одного чиновника. Как оказалось, информация действительно непроверенная. Мы извинились. И что вы думаете, вот уже скоро два года меня вызывают на допросы. По поводу? Где бы мы взяли эту информацию? Журналист по нашему закону имеет полное право не говорить. Причем допросы проходят в отделе, который называется отдел по борьбе с бандитизмом. Да ты не ходи. И организованным преступным сообществом. А ты не ходи, но это безобразие. Если есть закон федеральный. Ну почему я должен к кому-то прятаться? Ну это как пример. Если говорить о Бекетове, то это такая, в общем-то, районная газета. Но я привожу в пример свою газету, «Аргументы недели». Она на четвертом месте в стране по количеству читающих. Кажется, что ее-то не должны трогать. Нет, главного редактора вызывают на допросы. Вот. И конца и края это будет. Сегодня нет запрета на работу по высокопоставленным чиновникам в Подмосковье. Мы видим, что не только Алексей Кузнецов находится под уголовным преследованием. Арестованный находится под теми или иными видами расследования. Наверное, с полтора десятка подмосковных мэров. Одну секунду. Я вот у коллег хочу спросить, что вот, когда два главных редактора, в наше время все те же химки, договариваются между собой, кого убьют из них первого, другой проводит его в последний путь, это не шутка, так и было с Бекетовым. К сожалению, ситуация такова, что во многих регионах, и Московская область здесь подтверждение этого правила, администрация и криминал, они друг без друга не могут существовать. Чиновники, спецслужбы хочешь добавить? Ну, у тебя несколько было программ, которые показывали, что провести четкую грань между криминалом и спецслужбами в нашей стране уже очень сложно. У меня идет сегодня передача и монолог нашего коллеги Андрея Угланова о том, как два года строчка в статье. Николай Иванович Макаров, я его давно знаю, замгенерального прокурора был в те годы, когда Кузнецов, как теперь понятно, грабил Московскую область, довел Московскую область до банкротства. Он скупает сейчас в Куршевеле, где так любят отдыхать, отели. Момент истинный об этом рассказывал. По моим данным, 2 миллиарда долларов Кузнецов перевел через кипрские и мальтийские офшоры в Америку. То есть просто деньгами вытащил? Совершенно верно. Вот в данное время он является владельцем трех самых фешенебельных отелей в Куршевеле. И собирается купить еще 30 отелей в Куршевеле. Это не одиночка какой-то. Это всего лишь человек, который составляет часть системы. Система называется правительство Московской области. Это система. Это система. В Татье Андрея Угланова была фраза. Одна фраза, что Николай Иванович Макаров то ли знал что-то, то ли был причастен к чему-то. Неправда это. Через неделю официально Угланов перед Николаем Макаровым, он сегодня заместитель полпреда федерального округа, центрального, извинился. Два года уголовное дело. Допрос. Отдел по борьбе с бандитами.